Я приехала к станции метро. Метро у нас, оказывается, 5-я станция. Сейчас посмотрим, насколько исправили недостатки, которые я читала в статье газета УЗ. А там... А, кажется, это конечная станция. Там показывали некоторые недостатки, недоучеты, которые были прям явными. Итак, пешеходную зебру сделали, и ее не было. Парк вот такой вот. Тоже ничего, мне понравилось. Единственное, как и везде у нас, смотрите, потратили дорогой камень на бордюр. И, естественно, он у нас уже откололся от своего места, так скажем. Так. Такие вот деревья. Ну, по-моему, за деревьями никто не ухаживает, потому что периодически надо поливать. Но они, смотрите, вот... Я часто вижу вот это вот дерево в Ташкенте, но в частном секторе они все зеленые. А здесь листья, смотрите, есть и желтые. Их достаточно много. Что еще? Ну, такое место получилось приятное, что кто-нибудь посидел, поддыхал. Единственное, вот это вот, то, что мне понравилось, такая вот брусчаточка, она выложена не очень. Все скажут, почему ты ищешь только негатив. Вот можно же, когда выкладывают в центральных районах очень ровно, красиво. Почему обделяют людей, которые живут не в центре, вот таким вот качеством? Метро 5. Вот я думаю, что ночью, если работает вот эта вот подсветка, то это классно, очень красиво, по-моему. Так, для нелюбителей моих комментов, не буду комментировать, пусть сами посмотрят. По-моему, станция сдана недавно, месяц назад. Так, что еще? Насчет вот этой вот остановки конечной для автобуса. Про нее тоже было в статье, то, что тут пользуются частные машины в качестве паркинга. А это по законам, оказывается, у нас запрещено. Но это упущение самого хокемиата, как они написали. Они не сделали удобный паркинг для частных авто. Поэтому они вынуждены пользоваться местом, наделенным для автобусов. А так место, знаете, такое приятное получилось в Томпане. И в метро, смотрите, едет очень тихо. Очень тихо и медленно поднимаются. Ой, смотрите, велики есть, оказывается. Вот интересно, они сколько стоят аренды. Я знаю, что за границей есть специальные карточки для великов. У нас, наверное, все это будет стоить очень недешево. И кто их контролирует? А никого нету. Это частные, наверное. Это частные велики, по-моему, все разные. Хочу вам показать, что заодно и самой посмотреть, что какие тут районы, какие дома вокруг находятся. Вот, смотрите, машин так не особо много, поэтому можно на ней проходить. По-моему, может быть, это была другая станция, где в этой статье были показаны люди пожилого возраста, там женщины с коляской, с детьми, которые просто еле пробирались на другую сторону дороги, потому что не было зебры. Так что, надеюсь, сейчас все эти недостатки, недоучеты исправили. Кстати, мне очень понравилось, смотрите, делка, все из камня. Тут такой красивый мрамор, обрамляет рамы. Очень красивый, прям, знаете, такой фэшн, узбекский, конечно. Потому что узбекский, конечно. Вот такой вот. Нельзя скрыть. Потому что у нас говорят, что это не так. Потому что у нас есть. Почему-то все другие страны, развитые, коим мы себя остались с недавнего времени, хотя мы не являемся таковыми, приписываем себя к развитым, развивающимся. Даже вот эти вот развивающиеся страны, они учитывают все минусы, недостатки, и все это стараются устранить до запуска проекта, да, до сдачи проекта. У нас нет. Смотрите, что сделали. Бедные растения остались в воде. Ну, вот здесь мне очень понравилось, потому что, смотрите, как тихо, так как людей тут, как таковых там нету, мало людей. Тут очень аккуратно. Мне очень понравилось. Вот здесь прям душа радуется. Кстати, что я заметила? Скорее всего, это для того, чтобы президент посмотрел у нас вот такие свеженькие дома, которые свежие. Кстати, проезжаем поезд. Ну, так шумно. Составы старые, по-моему. Наши родные, 100-летние. Вот здесь классно прям. Знаете, такой парк классно сделали? Тут вот так... А, кстати, я, оказывается, нахожусь прямо под платформой, да? Под пероном. Интересно. Ну, я надеюсь, что вот здесь уже качество, оно чисто, ничего протекшего нет. Вот я надеюсь, что контролировать будут и все будет в таком состоянии ближайшие, там, пять лет. Хотя бы. Что и меня удивило еще. Абсолютно нет никакой тряски от поездов. Абсолютно. Смотрите, какие классные. Очень понравилось. Прям очень. Очень тут красиво. Смотрите. Что вот это вот, я не поняла. Может быть, это лестница, ведущая платформе за мной. Но... А как мне теперь пройти туда? в ту сторону. Интересно. Тут нету дорожки. Придется по проезжей части. Но вот здесь вот... Ну да, ну вот, смотрите. Ну, конечно... Ну, наверное, вот за полгода все это облезло. Но я надеюсь, вот этот вот свежий вид, такой, знаете, чистенький свежий вид будет сохранен на долгие годы. Минимум на пять лет. Потому что, вот я смотрю, вот недавно прошел дождь очень сильный, да, позавчера, по-моему. Прям лила. И я не вижу ни одного протекшего места. Это радует. Плюс еще, здесь просто шикарнейший асфальт. По ташкентским меркам сотворили, конечно, чудо. Чудо, смотрите. Бордюр. И смотрите, как он оканчивается асфальт. Он прям впритык, и нет никаких там сколов, отколов, кривых частей. Ничего подобного. Просто идеально. Смотрите, еще такой склон в ту сторону для этих вот маленьких вороков. Как они назывались, я забыла. Ну, классное место. Тут и дети играют. Надеюсь, за этим местом будут ухаживать, сконтролировать людей, потому что наши люди не могут без контроля. Ну, вот эту вот брусчатку, конечно, они уложили тут все криво. Когда ходишь, некомфортно, потому что одна выше, одна ниже. Смотрите, как это называлось? Анфилада, да? Получается, у нас анфилада из колонн. Очень красиво. Очень. Кстати, вот эти вот, как они называются, вот эти вот железные тренировочные вот эти вот приспособления, они все очень качественно сварены. Смотрите, какая сварочка, тут красочка такая интересная. просто вообще идеальный взор. конечно, тут зона для взрослых парней, но дети и девочки занимаются спортом. А этот малыш вообще, смотрите, мама, конечно, у нас пофигист большой. Сидит, жует камушки. молодец, молодец. Место радует просто. Просто ради одного вот этого вида, вот этой вот череды столбов, череды колонн, можно прийти, посмотреть, погулять. мне тут очень понравилось. Очень понравилось. Я думаю, что внутреннее убранство метро Сергей как-то я не хочу, потому что обзоров было предостаточно и он не особо отличается от Кулювской линии. Так. Газончики, конечно, тут, знаете, вот эти рулоны, но их надо было поливать. Вот, смотрите, вот такие вот вещи, такие вот штучки установили, но к сожалению, они не рабочие. Тут просто вот это место, но без внутренности получается. Газон не поливали, он сухой, всыхает к весне, он благополучно тут все высохнет, будет желтеньким. Вот это вот место просто шикарное. И скажу вам волшебное, если бы, например, сделали бы еще какой-нибудь, какие-нибудь маленькие там качельки, там горочки для детей, для маленьких детей было бы отлично, потому что место тенистое, спокойное, плюс, я думаю, не помешало бы сделать маленькие какие-нибудь заборы здесь, чтобы было безопасно для детей. тенистое, а так так как все тут свежо, чисто, так узбек качество, но все равно радует. Нормально. Мне тут понравилось. Вдали у нас вообще нет оказывается никакого газона. надеюсь в будущем газончик туда сделают. Ну, красиво тут. Очень ухоженно, очень аккуратно. Так. Сделано, конечно. Я не понимаю, почему нельзя сделать с самого начала изначально все качественным, а потом не латать. Кемчери лясисбомида дейди, он лукчун. Нахотки, шунарсаны бошедан торыклыши латси йогида. Нахотки. Вот теперь я понимаю, почему индусы до сих пор не построили ничего, потому что, насколько я помню, про этот Минерва сити больше, чем полгода уже объявили, сделали рекламу, все тут такое, всякие там конгрессы, ресепшены, все это у них прошло. Думаю, скорее всего, у них есть какие-то определенные стандарты, которым они должны отвечать. А узбек стандарт является вот таким. Это у нас современное искусство называется. Везде делают из бетона красивые лавочки, а у нас делают из бетона такие вот красивые пешеходные дорожки. И у нас, к сожалению, это, конечно, это хорошо для народа, потому что многим это облегчило жизнь, но сделать с самого начала все качественно было бы лучше, потому что, смотрите, это прошло всего лишь месяц. Почему вот так вот? Почему так должно быть? Представляете, через полгода что будет, если за месяц так? государство на это выделяет деньги и немалые, а те, кто принимает вот эти вот проекты, вот все это на их совести. Так, что еще я, на что я еще обратила внимание, то, что как бы смотрите, промежутки между станциями, они очень маленькие. Я там за 5 минут могу пройти пешком. Да, я понимаю, что я быстро хожу, но тем не менее очень маленькие промежутки между станциями. Ну да, это надо, знаете, учитывайте, наверное, то, что тут все-таки населенные пункты, поэтому спальные районы, очень много народу тут живет, поэтому и станции это такие близко расположены друг к другу. кстати, вот мода, которая вошла во время Каримова, вот, мода на хвойные, вот эти, новый состав, шума практически нету, мне так нравится. мода на хвойные, да, это красиво зимой, это поднимает настроение зимой, но что дихать бедным людям в ту жару, которая сейчас у нас в Узбекистане последние 15 лет, просто невыносимая жара начинается с марта почти типа ноябрь. Ну, я думаю, что наши, вот смотрите, посадили дуб, ну, я думаю, могли бы сделать немножко покрупнее деревья, что ли, или такие, которые быстро разрастаются, а дуб это, конечно, похвально, классно, потому что дуб это, конечно, дерево, которое растет и живет очень долго, разрастается до огромных размеров, было бы что-нибудь такое, которое быстро росло и давало тень. Было бы хорошо. Газончик уже такой желтенький, но место очень приятное. Кстати, я совершенно по классике жанра, что касается Сергелей, не знаю, где я нахожусь, совершенно не имею представления, но конечная станция была пятая, сейчас посмотрим, должна быть третья. Вот эта вот дорожка мне понравилась тем, что она гладкая, качественная, деревья есть. Вот такие маленькие, тоненькие дубы посадили. Не знаю, сколько лет потребуется, чтобы эти деревья давали достаточно тени. главное, чтобы за ними ухаживали, чтобы они не высыхали. Так, уклон дорожки, то она налево, то она направо, где-то она прямая, непонятно в этом плане. Но спасибо на том, хотя бы, что она есть, ее проложили и продержится, надеюсь, чем дольше, тем лучше. А это у нас станция а-ля Дубай. Такие вот коконы. У нас свадебные кортежи сейчас такие вот скромные. Всего сколько машин тут получается? Две машины всего лишь. И одна машина для камеры. В Казахстане опять локдаун. А у нас пока что говорят, что не будет локдауна. Девочку с новым штаммом сразу же изолировали. Но для выявления, что у нее британский штамм, потребовалось аж целых пять дней. за эти пять дней девочка наверное смогла заразить уже многих благополучно. Так что вот это вот остается немножко странным. Ну вот как бы сказать, знаете, я за то, чтобы экология очистилась, да, от обилия машин, то, что мы видели, наблюдали во всем мире в этом году, в прошлом году, это было просто чудо, потому что лето у нас прозрежалось очень долго, листва сама была полностью зеленой прямо до поздней осени, все было чисто, спокойно, аккуратно, но я думаю, это сильно ударило по экономике, так как я не испытывала никаких экономических проблем, да, финансовых в это время, я этого не понимала, в семье тоже с деньгами было все нормально, но я от брата слышала часто, как он врач, он со многими общается, он говорил, что людям настолько сложно жить, ты что, пусть откроют, пусть откроют, он сидел и ждал, когда откроют, не ради себя самого, а только потому, что вот он видел, как люди мучаются из-за безденежья, потому что многие работают на базарах, на рынках, у них нету стабильной зарплаты, поэтому вот не знаю, несмотря на то, что новый штамм оказывается на 70%, заразнее и опаснее прошлого штамма, надеюсь, у нас он не распространится и локдауна не будет, хотя сейчас этот локдаун везде, это у нас четвертый бейкят, что-то я не понимаю, почему это четвертый бейкят, скорее скорее всего вот та вот эта станция, это может быть просто такой муляж, а вот остановочный, не знаю, как-то я не поняла, хотя я столько прошла, здесь у нас только четвертый, по-моему, дизайн отличается, да, он сильно отличается от первого, там был камень, а здесь, как на переходе на кубике, если помните, я вам говорила, что Акаисиси тоже, по-моему, покрылся таким вот искусственным камнем, так, во внутренне очень хочется, потому что ничего такого прям грандиозного я не думаю, что смогу увидеться там, сделали, но вот только вот этот промежуток озеленили, сделали ландшафтный дизайн, что еще, там дальше у нас работает техника, скорее всего, все это дело будет продолжаться, а вот за бедным деревом надо было выхаживать, к сожалению, все-таки сухое, посадили, сдали, приняли, там через лассы с бунгилаха, как место очень красивое, сама панорама очень красивая, смотрите, какие тут дома, светленькие, чистенькие, если я не ошибаюсь, это может быть, как он назывался, Сергей 8, а вот эти вот дома я, по-моему, видела только по телевизору, здесь я никогда не была, эти вот социальные жилье, по-моему, как место называете, не знаю, тоже, я извиняюсь, что не особо разбираюсь в названии улиц, кстати, смотрите, какая качественная лавочка, прям идеальнейшая, просто идеальнейшая качество, просто слов нет, но я думаю, что вот покраску надо всегда обновлять, и она надолго будет, ее хватит, она долго прослужит, вот лавочки, вот эти вот урны, вот к ним просто не придраться, они идеальные, место очень тоже красивое, дизайны друг от друга отличаются, по крайней мере, с внешней стороны мне это понравилось, и само такое решение, серенькое, тоже ничего, красиво, тут у нас паркинг, классно придумано, кстати, смотрите, конечно, асфальт у нас, естественно, и мы место классно придумали, потому что довольно большая территория, и здесь машины, это как сам район очень такой густый, населенный, а сейчас у многих машин, поэтому, наверное, вот во дворах, вот с внутренней стороны, места для машин, как таковых, мало, и многие могут сюда поставить свои машины, так что любителям вот, пожалуйста, вот на это государство потратило деньги, неужели вот каждый клочок у земли, каждый клочок участка, кто-то из вертикали власти должен проверять, чтобы это было нормально, дорожка огласная, бордюр тоже супер, вот зачем такой асфальт, представляете, под машин, под колесом, какая-то вон щебенка отлетит и там поцарапает, ладно, свою, чужую может поцарапать в таком асфальте, непонятно, кем через лес из Бониде есть такой у нас место хорошее, вот эти дома мне очень понравились красивое трелище, когда метро вот поезда выезжает смотрите родной звук да, еще колес это вот родное да кстати, что я заметила потому, что у нас дома расположены прям вдоль дороги у метро на крышах уже предприимчивые умные люди додумались увешивать рекламу и я думаю, что это правильно но должно быть какой-то предел и правило чтобы это не уродовый вид и красивое вот это вот все то, что построили ну, как бы должно быть презентабельно и красиво не все, что попало и никак попало вот это вот приветствовать потому, что краски всегда радуют это это но это как это это но это не это не это